2 октября отмечается день среднего профессионального образования. Он установлен указом президента России Владимира Путина в июле 2022 года. В этом учебном году свои двери для студентов открыли 47 профессиональных образовательных организаций, в которых с 1 сентября обучаются порядка 30 тысяч студентов. Из них более 8,5 тысяч – это первокурсники. В понедельник в Тверском медицинском колледже стартовала неделя СПО. Наша съемочная группа окунулась в профессию фельдшер вместе со студентами колледжа. Второй год подряд в Тверском медицинском колледже проходит неделя среднепрофессионального образования. На этот раз каждые 7 дней недели будет посвящен отдельной специальности. Это лечебное, акушерское, сестринское дело, стоматология, ортопедическое, лабораторная диагностика, фармация. Лечебное дело дало старт недели СПО. Студент, когда поступает на свою специальность, конечно, он не имеет в основном представления о тех других направлениях. И вот эта неделя СПО предназначена как раз для того, чтобы ознакомить всех студентов, в том числе вновь поступивших студентов, с теми специальностями, по которым готовят в нашем колледже. Быть может, закончив по одному направлению, они подадут документы и освоят другую специальность. На неделе СПО задействован весь студенческий и педагогический коллектив, рассказывает Ольга Кулакова. В холле колледжа разместили экспозицию с атрибутикой военных лет. Военный блиндаж времен Великой Отечественной войны. Здесь же рядом установили брезентовую палатку «Лазарета» — место, где будут проходить ознакомительные экскурсии и мастер-классы для студентов-медиков колледжа. Площадка в колледже стала интерактивной. Здесь имитирован пункт сбора пострадавших в военно-полевых условиях. Именно сюда привозят эвакуированных бойцов с первой линии. И именно тут им оказывают первую помощь. Интерактивные технологии позволяют максимально погрузить посетителей в фронтовую атмосферу, рассказать о работе медиков в тяжелых и опасных военно-полевых условиях. Пациенту оказывают иммобилизацию конечностей специальными пневматическими шинами. Коллеги накладывают повязку на рану мягких тканей головы и на рану руки предплечья. Окунуться полностью в профессию успел Ренат. Несмотря на то, что он еще студент и учится на пятом курсе по специальности фельдшер, молодой человек уже успел применить все полученные знания и навыки на практике. Ренат работал в пандемии в ковидных госпиталях. А недавно вернулся из зоны специальной военной операции, где также работал фельдшером. Я считаю, что именно эта профессия необходима во все времена, в любой ситуации. В то же время, как произошла пандемия, потребовалось большое количество медиков в учреждениях. Сейчас происходит спецоперация, также требуется большое количество медиков. И профессиональные навыки медиков, конечно, тут очень важны. Поэтому я выбыл от Вискомедицинский колледж, потому что уровень профессиональных навыков, которые здесь преподаются, очень высок. Студенты прежде всего благодарны своим преподавателям за все те навыки и знания, которые получают в стенах учебного учреждения. Работников и ветеранов системы среднепрофессионального образования Тверской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Руденя. Сегодня эффективная работа системы среднепрофессионального образования имеет особое значение для решения задач обеспечения импортонезависимости и технологического суверенитета России. Участие Тверской области в федеральных проектах «Молодые профессионалы» и «Профессионалитет» позволяет обновить материально-техническую базу колледжей, создавать в них современные мастерские, в тесном сотрудничестве с предприятиями вести подготовку высококвалифицированных кадров для региональной экономики. Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена остаётся одной из приоритетных государственных задач. В Тверской области ведётся работа по модернизации учреждений среднего профессионального образования, обновлению их материально-технической базы, созданию современных мастерских. Вводятся новые программы и направления подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики. А в завершении первого дня в актовом зале для студентов организовали кинопоказ фильмов о профессии фельдшер. На кадрах представлены видео времён Великой Отечественной войны и свежие кадры со специальной военной операцией.